Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». Совсем скоро наступит чудесное время. Новогодние праздники, подарки и, конечно же, сказочные представления, которые дарят нам наши театры. Сегодня у нас в гостях Валерий Скиданов, режиссер и актер Рязанского областного театра «Кукол». Здравствуйте! Здравствуйте, Валерий! Насколько я знаю, вы уже на протяжении нескольких лет являетесь режиссером именно новогодних представлений. Да, скоро уже будет десятков лет. Это девятнадцатый проект мой новогодний. Скажите, как вот удается каждый раз придумывать что-то новое, интересное, где вы черпаете вдохновение для того, чтобы дарить сказку и детям, и взрослым? Дед Мороз его знает. Ну, если серьезно, то, конечно, большой опыт работы сказывается, то есть все эти навыки, наработки, грубо говоря, штампы наши, приемы, это все идет в работу. Ну, и в то же время мы идем в ногу со временем. Когда-то давно, вот лет десять назад я впервые попробовал в новогодних представлениях, ну, трудно это было назвать, это 3D-анимация, так сказать. То есть я давал видеопроекцию, это еще было так все, как-то так пробно. Ну, вот сейчас мы вовсю используем в наших спектаклях вот эти проекционные декорации, нарисованные, виртуальные, то есть 3D-декорация. Вот, и это у нас будет использоваться и в новогоднем представлении, то есть все достижения современные, а наш театр теперь после ремонта оснащен, ну, похвастаюсь лучше всех, наверное, коллективов, так сказать, театральных и вообще концертных в городе. Вот, всю эту технику мы будем использовать и в новогодних представлениях. То есть используем и, конечно, наши традиционные сказочные сюжеты, то есть мы никуда не уйдем от Дедушки Мороза, от хоровода у новогодней елки, от «Елочка зажгись», там в лесу родилась елочка, и будут сказочные герои, привычные и нам, и те, на которых мы, в общем-то, воспитываем наших детей. Там Баба Яга, Иванушка Дурачок, Царь Горох появится у нас в этом году. Вот, и какие-то новые персонажи тоже будут появляться. Скажите, пожалуйста, в этом году, помимо царя Гороха, можете как-то немножечко приподнять завесу тайны, о чем будет представление, на чем построено? Ну, главное событие, ну, наверное, по крайней мере, зимы будущего года – это наша Олимпиада. Вот, и мы как-то попытались вот эту тему, спортивно-игровую, олимпийскую, связать с нашими сказочными персонажами. По, так сказать, коммерческим соображениям нам нельзя употреблять Олимпиады или прочее-прочее в спектакле, так сказать. Но сама тема игры у нас называется так – новогодние игры в сказочной стране. То есть наши сказочные герои будут соревноваться, так сказать, команда сил, ну, условно говоря, зла, хотя им надоело быть злыми, они тоже хотят не стремяться к хорошей, там, Баба Яга, Леший, Водяной и прочее. И команда добрых героев соревнуется за то, чтобы зажечь этот главный огонь игр. Это-то гонек игр. Вот, все это происходит в сказочной стране на фоне того, что царевна не смея, она нужна еще раз смешить. Вот, и мы в этом году попытаемся, у нас обычно очень интерактивная часть перед спектаклем, у нас спектакль делится на две части, у елки, и потом мы переходим в зрительный зал. Так вот, этот интерактив перейдет и в зрительный зал. То есть эти игры, заявленные в названии, они продолжатся и в зале. То есть зал будет активно, не просто будет сидеть и смотреть, что у нас в сцене. Мы также будем играть с детьми, наши герои будут играть с детьми, у нас будут какие-то игры, у нас будут какие-то возможные фантазии, у нас будет герой летать над зрителями. Мы будем сейчас придумать, как это делать. То есть вот это вот тема игр новогодних, сказочных, веселых игр, чтобы дети понимали, что надо двигаться, надо жить. Просто так сидеть в кресле и смотреть, это неинтересно. Интереснее всегда участвовать в жизни. И даже в сказках это вот так происходит. Мир со временем меняется, да, но тем не менее, мне кажется, еще ни один театр не отказался от вот именно этой части у елки, да, когда дети водят хоровод, вот какая нагрузка ложится именно на эту часть? А почему не только спектакли, вот только в зале? А я считаю, что вот, может быть, это будет пафосно, это часть нашей культуры, это часть нашей истории. Это вот эта вот несерьезная, вроде как, в лесу родилась елочка у новогоднего хоровода с Дедушкой Морозом, это же настолько же серьезно, как, не знаю, наследие Чайковского или Пушкина, и вообще все наши культуры богато-российские. А так как дети начинают впитывать культуру вот с малых лет с помощью сказок, почему Пушкин столько сказок написал, таких прекрасных, таких мудрых сказок? Пушкин, великий человек, и писал вроде такие несерьезные вещи. Почему мы так любим басни Крылова? Вообще, почему любим сказки? Потому что это наши корни, это начало нашего воспитания, начало воспитания наших детей. И поэтому без этого никак нельзя. Поэтому я считаю, что это тоже часть всего того наследия, что есть у нас. Валерий Михайлович, вот перед Вашими глазами, я думаю, уже столько детей прошло за те годы, пока Вы работаете в театре кукол, ставите представления. Их отношение к сказочным героям как-то меняется со временем? Они стали более, не знаю, материалистичны, может быть, их невера в Деда Мороза как-то видна Вам, актерам? Ну, дети, конечно, стали более раскованные, более раскрытые. Совершенно другое время сейчас, совершенно другое, 21 век. И время другое, и социальное время другое, и вообще все по-другому. И, конечно, есть этот момент, сначала недоверие, ну, ряженые, там, дяденька с бородой. Но потом мы же все равно, мы же видим, что они верят, они идут. Мы сами в это верим, понимаете? Мы, люди, актеры, профессиональные, мы сами в это верим, иначе мы бы не работали. И за нами тут дети. Да, это происходит, этот маленький такой волшебный момент, волшебство такое сказочное. Вот это и есть волшебство, наверное, когда дети, вот это загорается все. И даже не только маленькие. Их, как бы, проще обмануть, ну, не обмануть, так сказать, в эту сказку ввести. Но даже детишки, которым 7, 8, 10 лет уже, которые компьютер знают наизусть. И мы видим, что они верят, они отвечают, они помогают нашим сказочным героям. Искренне отвечают на какие-то вопросы, искренне помогают победить зло, победить вот эти невзгоды, которые препятствуют. Так что, думаю, сказка, она жива, и так оно и будет, и хорошо. Валерий Михайлович, с детьми, конечно же, приходят их родители. Вот с вашей точки зрения, Новый год – это праздник, это сказка только для детей? Или все-таки взрослым тоже нужно сохранять какое-то волшебство в душе? Думаю, нужно, конечно, нужно. Просто все уже по-разному к этому относятся. И мы даже, когда сказки наши делаем, вот новогодние представления, у нас всегда несколько планов. Есть какой-то план для детей, такой вот яркий, простой, ну, сказочный, понятный. А что-то так вот в подводном течении мы пускаем какую-то мысль для родителей. Вот в том году у меня была такая идея, значит, как бы я сопоставил американизированных наших героев и русских. И мысль была такая, что не надо забывать наши традиции. Все эти спайдермены там и прочее. Это все их. У нас совсем другое. Это, конечно, интересно посмотреть на это, полюбоваться. Но растем на другом. То есть вот такая у нас была мысль при всей яркости и такой сказочности. И взрослые, конечно, они тоже, они тоже хотят. Они же, грубо говоря, устали от жизни. Им нужно отдохнуть. Вот в нашей сказке мы делаем этот праздник. Возвращаем их в детство, чтобы немножко расслабились, вспомнили их детство, их новогодние утренники, когда они сами были маленькие, когда их мама и папа приводили на такие же елки. Так что это праздник для всех. Скажите, пожалуйста, в этом году с какого числа начнутся сказочные представления? Мы ждем всех в нашем театре с 21 декабря по 8 января. И 31 декабря, и 1 января у нас тоже елки. Поэтому следите за изменениями в расписании, хотя, я думаю, их не будет. На сайте нашего театра все это есть. И милости просим на наши елки. Большое спасибо, что сегодня к нам пришли. Спасибо, что каждый год вы дарите и нашим детям, и нам настоящий праздник. Спасибо, с наступающим. Ну, на этом мы заканчиваем. Желаем вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова